Ждете новые сюжеты? У вас есть интересные видеоматериалы? Присылайте их на электронную почту subscriber.ttsobaka.gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. Добро на проектирование метро Политбюро ЦК КПСС дало в 1983 году. Считается, что такое решение выбили два красноярца. Первый секретарь Крайкома КПСС Фидирко и секретарь ЦК КПСС Владимир Долгих С 1969 по 1972 год он руководил краем, а затем до 1989 года координировал работу министерств строительстве, черной и цветной металлургии и транспорте. Решение о строительстве метро в Красноярске выглядело тогда не совсем обычно. Население Красноярска тогда насчитывало примерно 800 тысяч человек. К тому времени метро в СССР строилось только в городах с населением больше миллиона. Например, в Нижнем Новгороде, где подземку спроектировали с 1973 года, проживало на тот момент 1 миллион 200 тысяч человек. В Новосибирске – миллион 100 тысяч. Но руководители Красноярска настаивали на том, что население города растет стремительно, массово строятся заводы. Проект метро несколько лет разрабатывал Харьков Метропроект. В СССР это был один из ведущих проектных институтов. Он разрабатывал у проекта БАМа отдельные проекты московского, киевского, ташкентского, тбилисского метрополитенов. В 1970-е годы в Харьков Метропроекте работало несколько специалистов из Красноярска. В свое время они проектировали горно-химический комбинат в Железногорске. Проект подготовили к 1993 году. Линия метро должна была пройти от Высотной через Копылова до Привокзальной площади, а потом протянуться под проспектом Мира до Стрелки. Общая длина метрополитена должна была составить около 10 километров. Проект предусматривал 5 станций. По ним в сутки должно было ездить 170 тысяч человек. Главная отличительная черта Красноярской подземки – глубина залегания станций. Станции в Октябрьском районе должны были пролегать на глубине до 80 метров, а средняя глубина метро – 60. Для сравнения, сегодня в России самым глубоким метрополитеном считается Петербургский. Средняя глубина – 70 метров, самая глубокая станция – около 100 метров. В соседнем Новосибирске метро строилось открытым способом. Сначала рылся котлован, там оборудовали пути, затем его засыпали. В Красноярске проектировщики решили, что построить так метро не получится. Грунт имеет много разломов, трещин, а кое-где подземка проходит по горным породам. Метро в Красноярске строили с переменным успехом с 1995 по 2009 годы. Несколько раз стройка останавливалась из-за прекращения федерального финансирования. 11 лет назад Москва полностью перестала выделять средства. К этому моменту было сооружено 3,2 километра выработок. От Высотной до Копылова проложили тоннель. Сооружены шахты под станции Вокзальная и Площадь Революции. По оценкам бывшего губернатора Толоконского, руководителя управления по строительству Красноярского метрополитена Игоря Иванова достроить метро от Высотной до Мира стоило 60 миллиардов рублей. В планах была разработка нового проекта метрополитена. Новый проект должен был предусмотреть линию метро от центра до Советского района. По старому проекту подземка должна была соединить Высотную и Стрелку. Новый проект метро должен был связать Высотную, Стрелку и Взлетку. За 30 лет население Красноярска выросло на 300 тысяч человек. Самым многочисленным является Советский район. Без линии метро от центра до Советского района подземка не может спасти город от пробок. Кроме этого, новый проект должен предусмотреть лифты и удобные спуски. После выхода старого проекта метро строительные стандарты сильно изменились. Конкурс выиграло госпредприятие Красноярск Трест инженерно-строительных изысканий. Предприятие создали в 1963 году. Красноярск ТСИС участвовал в разработке проектов строительства КРАЗа, Ачинского глиноземного комбината и Ачинского НПЗ. В 2016 году компания проводила геодезические испытания при строительстве перонов в аэропорту. Также компания участвовала в строительстве аэропорта в Норильске. Всего в компании работают две сотни специалистов. Весной, еще до победы в конкурсе, Красноярск Трест инженерно-строительных изысканий представлял эскизы станции метро. Над эскизами специалисты работали совместно с китайским концерном «Поле». В этом проекте число станций увеличилось с шести до девяти. Специалисты предложили уменьшить площадь станций, а линию от проспекта Мира до аэровокзальной выполнить в качестве метра моста. Также предполагалось использование поезда на магнитной подушке. Общие затраты на метро эксперты Красноярск ТСИС оценивали в 45 миллиардов рублей, то есть на треть дешевле, чем нужно для постройки линии «Высотная Мира». Линия от Высотной до Стрелки должна была пройти под землей. От Стрелки до улицы Октябрьской проектировщики должны были предусмотреть эстакаду. Именно эту эстакаду проектировщики должны были рассчитать и смоделировать. На поездку от станции Высотная до станции Октябрьская в парке 400-летия Красноярска должно уходить не более 20 минут. По планам Министерства транспорта рядом со сквером 400-летия Красноярска должен появиться транспортно-пересадочный узел. Здесь пассажиры смогут пересаживаться на автобусы. Также в Министерстве транспорта рассматривают планы прокладки трамвайных рельсов по Октябрьскому мосту до сквера 400-летия Красноярска. В этом случае метро и трамвайная сеть правого берега будут объединены в одну систему. В интервью газете «Коммерсант» руководитель правительства Красноярского края Юрий Лапшин предварительно оценил затраты на строительство такого проекта в 70 миллиардов. То есть прокладка рельсов по Октябрьскому мосту, строительство тоннеля под центром, линия от Стрелки до Взлетки могут обойтись во столько же, во сколько линия от Взлетной до Мира по старому проекту. К вариантам удешевления стоимости строительства относят уменьшение площади станций, а также подземных выработок. Весной красноярские метростроевцы говорили, вместо двух подземных тоннелей диаметром 6 метров можно построить один в 10 метров. Тогда в одном тоннельном перегоне можно будет пустить сразу два поезда в обе стороны. Глава правительства края Юрий Лапшин отмечает, что в 2019 году Красноярск стал единственным городом России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, который получил господдержку на строительство подземных магистралей. Эксперты агентства Автостад отмечают, что в Красноярске самый возрастной автопарк. По состоянию на 2018 год средний возраст продаваемой машины в Красноярске 13 лет, в то время как в среднем по России 10 лет. В 2018 году на долю машин в Красноярске пришлось 39,5% всех выбросов. В абсолютном значении количество выбросов выросло с 73 тысяч тонн, в 2017 году до 76 тысяч тонн. Деньги на проектировку метро Красноярску выделяют как раз в рамках борьбы со смогом. Через центр сейчас проходят основные транспортные пути. Сейчас он играет транзитную функцию. Линия метро из северо-западного через центр на взлетку дублирует основные транспортные магистрали. Гипотетически ее запуск может разгрузить дороги и уменьшить число машин. В то же время опыт Новосибирска говорит о том, что метро в этом городе не привело к снижению количества автомобилей. С 2010 по 2016 годы число машин в Новосибирске выросло на 44%, с 412 тысяч до 596. Профессор высшей школы экономики Михаил Блинкин указывает на то, что спуск в метро и выход к поезда может занимать у будущих пассажиров подземки до 7-10 минут из-за глубины залегания станций. По его мнению, в таких условиях автомобилисты предпочтут передвигаться на личных машинах. С другой стороны, петербургская подземка, несмотря на глубину залегания, от обилия пассажиров не страдает. Пассажиропоток станции Адмиралтейская, находящийся на глубине 80 метров, составляет 900 тысяч человек в месяц. Когда же в итоге появится метро в Красноярске? Покажет только время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok